Какая страна приютила мигрантов, от которых отказались Италия и Мальта? Чего не нужно делать на автомойке, чтобы не лишиться машины? И сколько стоит рисунок самого Экзюпери? Об этом и не только. Далее в нашем обзоре. Масштабное наводнение на северо-западе Индии забрало уже 17 жизней. Ливни вызвали резкий подъем воды в реках и многочисленные оползни. Более 22 тысяч зданий превратились в руины. По меньшей мере 40 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и отправиться в палаточные лагеря. Спасатели ведут активные поисковые работы, поэтому количество жертв может вырасти. Вулкан Лакумбре на Галапагосском острове Фернандино активизировался. Полутора километровая огненная гора извергает клубы, пепло и лаву. Из-за постоянной вулканической активности растительности на острове немного. Однако горячая лава угрожает местной фауне. Под угрозой оказались морские игуаны, нелетающие бакланы, галапагосские пингвины, пеликаны и морские львы. Три судна с мигрантами, которых не приняли Италия и Мальта, прибыли в Валенсию. Таким образом, спустя неделю пребывания в открытом море до Испании добрались все 629 беженцев. Медицинский персонал в комбинезонах, перчатках и масках уже поднялся на борт и проводит первые осмотры. Напомню, 10 июня власти Италии не дали причалить спасательным кораблям и перевели стрелки на Мальту. Мальта, в свою очередь, открывать порт тоже отказалась. Кенийский лагерь для беженцев творит историю. Жители изолированного и маргинального сообщества организовали первый в мире ЛГБТ-аппарат среди мигрантов. Несколько сотен темнокожих жителей лагеря устроили настоящий перформанс. Танцевали, пели и несли флаги радужной расцветки. Говорят, так хотели продемонстрировать мировому сообществу, что они такие же люди и разделяют западные ценности. В США автомойка расплющила машину невнимательного водителя. Автомобиль въехал под моющую арку, когда горизонтальная щетка находилась слишком низко и преграждала путь. Несмотря на предупреждающий сигнал, водитель раз за разом пытался протиснуться. В результате авто зацепилось за щетку, а когда дал задний ход, арка наклонилась и обрушилась на него. Не оставили никаких шансов. Сурикаты-предсказатели в лондонском зоопарке сделали свой очередной прогноз на чемпионат мира по футболу. В матче между Англией и Тунисом победу одержат англичане. Но не сурикатами едиными в букмекерских конторах тоже ставят на англичан. Сборная этих стран встретится на поле завтра в Волгограде. Субтитры создавал DimaTorzok